Как правило, кражи и преступления продуманы и просчитаны. Совсем другое дело, когда тяжкое преступление, а горячая точка в разговоре на повышенных тонах. Сейчас еще одна реальная история испорченной жизни. Оп, любили выпить, часто скандалили. Теперь один в тюрьме, другая в больнице. Больше всего жалко детей. О детали Ханны Назарова. Множественные переломы рук, ног, ребер, но самое страшное – перелом позвоночника. Сейчас 37-летняя женщина находится в отделении реанимации и проходит лечение. Переливание крови, антибиотики, обезболивающие. Учитывая общежития перелома бедра, была проведена два дня тому назад оперативное вмешательство, остеосинтез костей и бедра. В настоящее время состояние женщины средней степени тяжести, с повышенной динамики. Местные шепчутся про общежитие. На улице 23 октября давно уходит дурная слава. То убийство, то стрельба из окон, а на этот раз падение с четвертого этажа. Трагедия произошла недавно. Женщина и ее сожитель устроили пьяные посиделки. Слово за слово началась ссора. Услышали мы с мужем крики. Помогите, все, дверь закрытая. Мы попытались ее открыть, ей помочь. До этого у них было несколько конфликтов. У нее голова зашитая, перешитая вся была. Видно, конфликт случился у них из-за того, что она захотела уйти. Он ее не отпускал. Потом мы слышим громкие крики. Помогите. И тишина. Со слов подозреваемого она устала оскорблять. Пошла открывать окно, потому что не курили в комнате. Он в этот момент все это задумал. Разозлился. Подошел, схватил ее, поставил на подоконник. Потряс за плечи. А потом отпустил. Неоднократно судимый уроженец Ярославля последние несколько лет проживал в Клину. Комнату в общежитии купил после очередной ходки. Теперь ему грозит еще одна. Было возбуждено нами уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 30-й, части 1-й, части 105-й. Это покушение на убийство. Товарищу грозит вплоть до 12 лет лишения свободы. Он был незамедлительно взят под стражу Клинским вооруженным судом. Рецидивист вернется на зону, а она на всю жизнь останется инвалидом. В ближайшее время женщину переведут в нейрохирургическое отделение Солнечногорска. Будут готовить к операции. А двое ее несовершеннолетних детей, скорее всего, останутся сиротами при родной матери. Сейчас они находятся в реабилитационном центре Согласия. Ну а потом их переведут в детский дом. Анна Назарова, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.